Я журналистка телеканала Белсат, но по поводу белорусского законодавства журналистом является только той, кто имеет домову с зарегистрованным СМИ или закредитованным замежным СМИ. Белсату аккредитацию не дают, соответственно, и я не имею права у журналиста. Но имею право на сборы распаусют информации по поводу Конституции как гражданка Республики Беларусь. И вот это мое право весь час не дают мне реализовывать сотрудники милиции. Сражаю, Алиса Борозовна. Ответственная дежурная политика города, майор Милиций Ковсович, разрешите ваши документы. Нас поступило сообщение о несанкционированной съемке. Пожалуйста. У вас разрешение на съемку? От того? Нет. Разрешение. У нас не иметь права смысла. Вы работаете? Мы зараза сбираем информацию, вздымаем. Послушайте, вы есть сейчас? Конечно, есть. Поводли якойкожный, 36 ворта отыкул. Поводли якойкожный, грамотинен, мое право сбирать и распрощать информацию. Разрешение, товарищи. Гражданин, граждан, которые разрешают. Я, допустим, люблю, когда меня снимают. Вы не аккредитованы. Вы выполняете свои профессийные обовязки. Дома вы можете забронять, не сдымать себе. После апрации. Послушайте, меня никто не имеет права снимать без моего разрешения. Вы работаете? Да, дома. Почему дома? Я ведаю законы. Вы выполняете профессийные обовязки. Я имею права без моего разрешения. Вы, 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 вы. Это согласие любого другого гражданина. Есть конституция Республики Беларусь, в которой имеется мое соклонное право к гражданинам Республики Беларусь. Я не нашел. Я могу вам кое-что показать. Я имею право. Я еще являюсь гражданином Республики Беларусь. Для того, чтобы снимать. У меня вы должны получить соответствующие разрешения. Нет. Министерство внутренних дел Республики Беларусь. Нет. То есть пройти ее аккредитацию. Мы имеем право отбирать и распослуживать информацию. Министерство постоянно подходит. Не важно, в каком месте ты снимаешь. И шукают нагоды, чтобы заборонить тебе эти виды снимки. Это может быть и когда по сторонке милицейского, и где-нибудь просто в парке. Когда мы побачили, что ты снимаешь и проявляется инициативу, проверить, кто ты. В таких случаях, как и во всех остальных, я решу, что самое главное, что какая сброя тебе есть, это спокойно. Не важно их бояться и показывать, что у тебя есть некие сумневые и так далее. Вельми классно, когда ты ведаешь, какой протокол деления, когда они подходят, например, для проверки документов. И когда они подходят и разбросят твои документы, а ты понимаешь, что протокол такой, что они должны представиться. Показать свои документы, после назвать причину, чего они до тебя подошли. И после уже задавать тебе неправильные питания свои. Когда ты с ними начинаешь говорить такой структурной и ихной мовой, то они сразу губляются, потому что они до этого не готовы. Потому что они научены, что они могут подойти до любого человека, до любого гражданина. И так как у них есть не обмежеванная влада, они всегда имеют рацию, то могут делать все, что угодно. Запытывать что-то угодно, не проставляться, сказать, что ты не можешь их сдымать и так далее. Но это все неправда. И вот два членника. Спокой и выполненность. Так, и покажите, коли ласка, я еще раз ваше посвящение. Покажите ваше посвящение, коли ласка. Вы назвали? Я вам представил. Я вас прошу показать посвящение. Есть процедура и вы обвязываете это показать мне. Скорую сплать, мне кобелек надо. Ой, не боюсь, что не скоро. Проблемы с лосами, да? Ладно. Вот так, чтобы не сперва. Да, ласка, показывайте. Я в руке вам его не дам. Не, не ж вы забирали. Доброе, ваше имя, прозвище? Прозоров Вадим. Прозоров Вадим, майор милиции. Алексеевич там написано. Ну я читаю то, что мне требует. Вы, при ласке. Майор милиции Косцевич. Зовут Александр Сергеевич. Посвящение ваше. Оно осталось в автомобиле. А чему вы ходите без посвящения? У меня есть личный номер. Вы обязаны предоставлять посвящение? Я никому не обязан предоставлять свое удостоверение. Вот нас обвинчивают все тем, что мы без аккредитации ходим и не показываем. Дозволы нам заброняют сдавать сопрацовников у милиции, а ля своя посвящение не показывают. Я вам представился. Я вам представился. Но на слово ж не все можно ведать. Располгодины у нас суд. Мой коллега показал вам удостоверение. А вы? Больше ко мне не чапляетесь. Я не чапляетесь. Я вас прошу. Как ваша фамилия правильно? Козел. Тут здесь ударение не стоит. Если у вас есть разные законы, по которым живут медицинские службы, ты из них начинаешь разговаривать на одной и той же мове. И они, ну я не знаю, может быть не по ваге, но они уже пресекаются таким разумением, что так просто тебе на обум нега взять и примусить сделать нечто. Але самое главное, конечно, они могут намагаться провоковать людей, але не варто быть провокованным. Не важно, кто виноват. Той, кто провокует, той, кто был провокованным. Если внимательно почитать Конституцию, то права человека возникают только там, где есть сцепка государства и индивид или личность. Так вот, выступая в публичном статусе при исполнении служебных обязанностей, они не являются теми индивидом, которым Конституция гарантирует полный пакет прав. А они наоборот выступают представителями государства, на которых лежит обязательство по соблюдению прав других граждан. И вот этого ограничения они часто не видят. Поэтому их право на приватность, оно никак не защищается, потому что он не является гражданином с точки зрения прав и свобод личности, которые закреплены в Конституции. Это, конечно, не свидетельствует о том, что у него какой-то меньшая защита его человеческого достоинства. Нет, его человеческое достоинство, как в Конституции написано в ряде международных соглашений, его человеческое достоинство равно человеческому достоинству любого из нас. И у него даже из-за его служебного статуса есть даже дополнительные гарантии защиты его человеческого достоинства при исполнении служебных функций. Но, когда он их исполняет, именно право на приватность, у него такого нет еще по одной простой причине, потому что закон об органах внутренних дел Республики Беларусь установил, что деятельность органов внутренних дел является гласной. И, соответственно, сотрудник при исполнении в общественном месте, он не может запретить себя снимать. Никакого запрета на это нет. И здесь статья «Прав граждан знать все о деятельности государственных органов», она доминирует над его стремлением какую-то мнимую приватность сохранить, потому что у него попросту его нет. Он абсолютно должен быть прозрачен для общественного контроля, и каждый налогоплательщик имеет право знать, как человек, получающий зарплату из кармана налогоплательщиков, исполняет свои функции. Поэтому здесь с ними надо спорить, здесь есть проблема, что даже на уровне министерства, ну если министерским уровнем признавать общественный совет при министерстве, то есть такое понимание отсутствует. С ними надо работать, надо объяснять, что таких гарантий у них, у сотрудников в форуме, в публичном месте и публично выполняющем функции государства по охране общественного порядка, у него попросту этого нет. Исключения составляют, наверное, только случаи, когда мы имеем дело с мероприятиями оперативно-розыскной деятельности.